ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гитлер подписал директиву номер 45, в которой план захвата Кавказа получил кодовое название «Эдельвейс». После овладения Ростовом Гитлер планировал нанести три удара. Танковые армии нацеливались на Грозный и Баку. Полевым армиям предстояло нанести удар на Новороссийск и Туапсе с целью выхода в Закавказье. Альпийский корпус должен был прорваться в Закавказье через горные перевалы. С первых дней войны народы Кавказа встали на защиту своей страны. Теперь война пришла сюда, и вся огромная страна напряглась для решительных битв за Кавказ и Сталинград. По всему Закавказью формировались новые воинские соединения. 25 июля немцы форсировали Дон. Советские войска уступали по численности пехоты в полтора раза, артиллерии в два раза, самолетов в восемь, танков в десять раз. С середины августа стало ясно, что операции на юге России шли не по намеченному плану. Армия вместо победного марша с трудом продвигалась вперед, писал немецкий генерал Ганс Дерх. Бои завязались в предгорьях главного Кавказского хребта. Моторизованные и альпийские части Гитлера забирались все выше в горы. Начались ожесточенные бои за перевалом. Советские войска уничтожали здесь лучшие альпийские части Гитлера, которые он готовил не один год. В конце августа, потерпев поражение в горах, фашисты начали яростные атаки на Туапсе и Новороссийск, рассчитывая по Приморской дороге прорваться в Закавказье. Новороссийску суждено было быть ключевым звеном в битве за Кавказ. Враг уже стоял у стен города. В начале сентября завязались ожесточенные бои за Новороссийск. Они не затихали ни днем, ни ночью. Триста шестьдесят дней продолжалась героическая оборона Новороссийска. Яростные попытки врага пробиться к нефти Грозного и Баку разбились о сопротивлении советских войск. Пятого ноября враг был остановлен у стен Орженикидзе. А на следующий день советская армия нанесла сильный удар. Город Орженикидзе стал стальным замком на пути к Грозному и Баку. Советской армии предстояло окончательно вывезти врага с Кавказа. К весне фашисты укрылись на Кубанском плацдарме за оборонительным рубежом, который они называли Голубой линией. Его главными опорными пунктами были Новороссийск и Станица Крымская. Кубань стала самым жарким участком Советско-Германского фронта. К концу апреля 56-я армия Гречка вплотную подошла к Станице Крымской. А 4 мая Станица Крымская встречала своих освободителей. Тяжелые бои на Кубани сыграли значительную роль в дальнейшем ходе войны. На Кубань были переброшены 4 дивизии врага. Это перед Курским сражением, на которое Гитлер возлагал все свои надежды. КОНЕЦ КОНЕЦ Командование готовилось к освобождению Новороссийска и ликвидации Кубанского плацдарма. Представитель Ставки маршал Тимошенко. Командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник Петров. В ночь с 9 на 10 сентября начался штурм Новороссийска. Новороссийск стал одним из решающих по значению и самым продолжительным по времени плацдармом борьбы за Кавказ. 6 суток длилось сражение за город. 15 сентября враг был вынужден начать отход. Новороссийск был последним Черноморским портом, попавшим в руки гитлеровцев. Он стал первым портом Черноморья, освобожденным от врага. 9 октября 1943 года. Победно завершилась славная страница Великой Отечественной. Битва за Кавказ закончилась. Солдат, выстоявших в этой битве, ждали новые сражения, новые испытания. Еще долгих два года будут идти они дорогами войны, освобождая Родину, Европу, человечество.